Юлия, вот насчет того, что не получилось. Я на вас смотрю всегда, думаю, такая красивая. Почему не кино? Вот почему все-таки петь? Мне кажется, в кино-то играть как-то попроще. Я бы не сказала, что это... Что та профессия, что та профессия, если делать все профессионально, конечно, это не бывает все так просто. Но кино, в принципе, в моей душе где-то теплится. Это надежда когда-нибудь проявить себя. В моей жизни было три фильма, в которых я проучаствовала, играла и главную роль, и музыкальные фильмы. И достаточно интересные люди. Нет? Как вот по вашим ощущениям, собственно? Ну, мне это, конечно, очень понравилось. Конечно, это все, что связано с такой творческой профессией, это очень близко мне. Я это делаю с большим удовольствием. Но пение все равно это моя отдушина, это самое главное. Я думаю, что все дело в родителях. Если бы родители были не профессиональными музыкантами, а профессиональными киношниками, могло все по-другому сложиться. Вполне возможно, да. Я впитывала все, что давали мне родители в детстве, что они в меня вкладывали, какую информацию. И здесь, не знаю, воспитание там от джаза и классическое, и все, что на свете. Ну, вы же не росли на джазе, наверное? Ну, да. Это такой большой пласт, который я проходила. Элла Фиджеральд. Да? В каком возрасте? В возрасте до школы 5-6 лет. До школы? Бедный ребенок. Не бедный. Нет? Наоборот. Счастливый, богатый знаниями. Вот так, по большому счету. Никогда не чувствовала, что у меня там не было детства, или меня там настолько перепичкивали. В радость. Все у меня как-то было вот интересно. Если бы мне было неинтересно, поверьте мне, у меня такой характер, я... Нет. Моя дочка делает всегда вот так. Нет. Мне говорили, нельзя верить красивым женщинам, поэтому я не поверю. Но главное, чтобы зрители поверили. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.